Здравствуйте! Это рубрика интервью. Я Татьяна Донцова. И сегодня гость нашей студии, представитель филиала Федеральной кадастровой палаты по Республике Хакасия Татьяна Кузяева. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна. Татьяна Юрьевна, скажите, пожалуйста, вот в СМИ прошла информация, что с 16 мая текущего года кадастровая палата сократила сроки реагирования, скажем так, на заявления, которые поступили через портал Госуслуг. С какой целью это сделано? Причин у нас несколько. Первая причина – заявления, которые поступают с портала Государственных услуг. они проходят предварительную проверку штатными средствами портала и напрямую, минуя стадию приема, попадают в отдел обработки на учет или на предоставление сведений. После того, как специалисты поработали, готовые документы, также минуя стадию выдачи, уходят напрямую к заявителю через портал Государственных услуг. То есть напрямую налицо сокращение трудозатрат. И третья причина – это популяризация электронных услуг. Перед всеми организациями, которые предоставляют государственные и муниципальные услуги, стоит в настоящее время задача увеличения доли электронных услуг. Для Росреестра таким и документом, который ставит такие задачи, является дорожная карта, утвержденная постановлением правительства. И к 2018 году доля электронных услуг Росреестра должна достигнуть 70%. Поэтому в этом направлении мы работаем, сокращая сроки учета именно по таким заявлениям. Ну а вот вы сказали такую фразу «сокращение трудозатрат» – это повлечет за собой какое-то изменение, может быть, вашего штатного расписания? Нет. То есть как бы прием при личном обращении он тоже остается. Люди могут прийти в офис кадастровой палаты и лично подать документы на учет или предоставление сведений. Какой выигрыш во времени получают заявители, которые обратились в Росреестр именно через портал Госуслуг? Значит, с 16 мая срок обработки заявлений, включая заявление об исправлении технической ошибки, будет составлять 3 рабочих дня. Предоставление сведений из Государственного кадастровой недвижимости Единого реестра прав будет осуществляться в течение двух рабочих дней. В соответствии с законодательством срок учета составляет 10 рабочих дней, а предоставление сведений – 5. То есть существенный выигрыш во времени получают заявители, которые пользуются электронными услугами. В чем еще плюсы подачи заявления вот через портал? Ну, очевидный плюс – это не нужно никуда ходить. Находясь дома, в любое время суток, хоть ночью человек может сформировать пакет документов и отправить его в орган кадастрового учета. Не зависит от времени работы офисов, приема документов, будь то офис МФЦ, РУС-реестра или кадастровой палаты. Существенно экономятся и деньги. Сведения ИГРП и ГКН в электронном виде предоставляемые стоят дешевле. При подаче документов на государственную регистрацию размер госпошлины уменьшается на 30%. Ну и исключается человеческий фактор. При подаче документов в электронном виде происходит многократное копирование информации, сохранение ее на всех стадиях прохождения заявки. И поэтому какие-то ошибки и недоразумения просто исключены. Ну а как вы считаете, насколько сложно человеку подать заявление через портал госуслуг? То есть каждому ли это доступно? Все услуги государственные и электронные, они снабжены пошаговыми инструкциями. То есть там достаточно просто. Вы заходите на портал услуг, выбираете нужную вам услугу и путем несложных манипуляций нужно просто вписать в окна выпадающие сведения об объекте, допустим, о котором вы хотите запросить сведения. И там есть подсказки, есть подробные инструкции. Как человек сможет понять, какая именно услуга ему нужна? На сервисе, на портале Росреестра есть сервис жизненной ситуации. Значит, туда, если вы войдете, вам будут задаваться вопросы, и вы будете выбирать ответы. И вот как по стрелочкам вы придете именно в ту ситуацию, в ту услугу, которая вам нужна. Как давно вы начали общаться, вот скажем так, с клиентами через интернет, через портал госуслуг? Ну, это уже произошло достаточно давно. Вот первую дату я вам затрудняюсь сказать. А вот все услуги, то есть постепенно, портал начинал работать постепенно. Сначала в электронном виде было доступено ограниченное перечень услуг, предоставление сведений в электронном виде из ГКН. Потом появился учет в электронном виде. И вот с июня прошлого года весь спектр услуг стал доступен заявителям в электронном виде. И регистрация прав, и кадастровый учет, и получение сведений. Плюс еще на портале есть 30 сервисов, которые, ну, используя которые люди могут получить информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн. Набираете кадастровый номер своего объекта или адрес, и все, что есть в государственном кадастре недвижимости и в едином государственном реестре прав, вы увидите. Ну, за исключением персональных данных, там, вот скрытой этой информацией. Есть публичная кадастровая карта, которая содержит информацию также обо всех объектах недвижимости, внесенных в государственный кадастр недвижимости. С недавнего времени доступна обновленная пятая версия этого сервиса, который, помимо уже привычных сведений, там, кадастровая стоимость, площадь, разрешенное использование, вы можете увидеть план земельного участка, план участка на кадастровом плане территории, то есть, как бы, более широкий спектр информации. Ну, и, как бы, есть возможность через портал получать сведения о том, на какой стадии находится заявка, поданная вами в электронном виде. То есть, формируются ли уже документы, либо на оценке объект находится. Ну, а есть у вас какая-то статистика в ведомстве, насколько популярно у нас стало обращаться через госуслуги, через портал госуслуги? Конечно, статистика эта ведется у нас. Ну, Республика Хакасия пока еще, значит, не в лидерах этого движения. Сведения государственного кадастра недвижимости порядка 50% предоставляются у нас в электронном виде. Кадастровый учет меньше, около 30%. Есть объяснение этому логичное, что нужна людям для того, чтобы пользоваться порталом, нужна электронная подпись, электронная цифровая подпись. Но те, кто пользуется порталом регулярно, они получают эту электронную цифровую подпись и с удовольствием обращаются за услугами в электронном виде. Так, давайте еще раз перечислим, какие услуги можно получить с использованием портала Росреестра. Самые распространенные, может быть. Получить сведения государственного кадастра недвижимости, получить сведения единого государственного реестра прав, подать документы на кадастровый учет, постановка, учет изменений, исправление технической ошибки, снятие с учета объекта недвижимости, подать документы о государственной регистрации права. И сервисы различные, о которых я уже говорила, публичная кадастровая карта, где можно просмотреть картинку. Сервис сведений об объекте недвижимости в режиме онлайн. Есть доступ к фонду данных государственной кадастровой оценки, реестр кадастровых инженеров, размещен на портале. Ну и много другой интересной информации. Все новости, которые относятся к деятельности Росреестра, также там можно узнать. Ну, с ваших слов, все так просто и несложно получить сведения от вашего учреждения. Так ли это на самом деле? Несложно. На самом деле люди, когда-то какое-то время назад мы привыкали к пластиковым картам, к сотовым телефонам. И поэтому как бы вот даже к врачу запись уже в электронном виде, это даже для простых пенсионеров, бабушек и дедушек, это уже как бы несложно. То есть нужно только начать и... Все пойдет. Все пойдет, да. Вы поймете, насколько это удобно. Росреестр ведет статистику, и вот с 2014 года количество пользователей увеличилось до 7,5. Ну, это по России, наверное. Да, это по всей России. То есть люди поняли. Ну, и оценили высоко достаточно вот сервисы Росреестра. Росреестра имеет оценку твердую четверку из пяти возможных баллов. Заявители ставят ему четыре с хвостиком. Ну что ж, спасибо, Татьяна Юрьевна, что пришли, что ответили на наши вопросы. Напомню, это была программа интервью, и сегодня гость нашей студии была представитель филиала Федеральной кадастровой палаты по Хакасии Татьяна Кузяева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Корректор А.Кулакова